Михаил Михайлович, добрый вечер в мире спорта. С победой у вас. Заслуженные победы, хотя второй тайм был достаточно сложный. У меня два вопроса. Первый вопрос. Не поздно ли вы сделали замены после гола? Может быть, стоило раньше, потому что, так сказать, во втором тайме Ахмат начал играть по-другому и больше пошел прессик, и движение, и поучаться все стало. То есть, может быть, надо было что-то поменять чуть раньше, пока не доводить до пеналити. Это первый вопрос. Мы уже неоднократно говорим. С одной стороны, есть желание что-то изменить, с другой стороны, что-то не сломать. Поэтому замена планировалась в этот временной отрезок, после 60-й минуты, определенные изменения, которые мы хотели сделать. Но так как получили необоснованный 11-метровый, который, в принципе, не вытекал из хода матча, особенно по первому тайму, пришлось сделать три замены для того, чтобы еще больше поставить. Стараться усилить атакующий потенциал команды. То есть, из замены того же Самошникова, я имею в виду выход его на поле, для того, чтобы больше разогнать атаку из глубины. – Еще у меня вопрос. В конце был удален Тикнезян, он сидел на желтой карточке. Почему вы его… Я просто не упустил этот момент сам лично. По какой причине вы его оставили до конца? – Ну, оставили до конца, потому что, в принципе, он, еще раз говорю, то, что с левой ногой и те взаимодействия, тот голевый пас, в принципе, который он сделал на Глушенкова, я думаю, что это оправдалось. И все острые моменты, опять, которые были после его обостряющих действий, потому что его бы ранняя замена наших этих действий могло бы лишить. Тут такое, знаете, как риск. Да, с одной стороны, можно убрать игрока, который висит на карточке, с другой стороны, ослабить определенный атакующий потенциал, потому что выйдет игрок там без левой ноги, это немножко другая структура игры, поэтому все варианты надо просчитывать, которые мы имеем. И единственное, конечно, что замена его планировала, потому что Сильяна выходила вместо него, но вот одной минуты нам не хватило, это необоснованный подкат, который лишил нас игрока даже не сегодня, а на следующий матч. Спасибо. Добрый вечер, Роман Романов. Команда в первый тайм весь доминировала, но после перерыва что-то произошло. Это Ахмат так улучшил свою игру, или команда, может быть, подуспокоилась или расслабилась? Я думаю, что дело в психологии. В психологии очень важный момент, потому что мы еще раз неоднократно в раздевалке проговаривали, что ни в коем случае нельзя останавливаться и довольствоваться тем, что есть. Наоборот, еще постараться взвинтить темп, но вот эти вот малые эпизоды, которые, единоборство, подборы, движение без мяча, к сожалению, мы отдали инициативу начала второго тайма, и соперник постепенно-постепенно, но стал входить в игру. Поэтому это надо в корни убрать, чтобы дальше, еще раз говорю, целостная игра, которая от нас была, в принципе, в первом тайме, он был очень хороший. Так надо выходить и после перерыва. То есть вопрос ни в коем случае не в готовности. Вы видели, что ребята готовы, они двигаются, играют, и те ребята, которые на замену вышли, опять же, привнесли тот импульс, скорость и посыл именно в движение, в атаке. И второй вопрос по стычке Тикнезиан и Морозову в первом тайме. Что это было? Нет, это Морозово. Нет, нет, это Морозово. Фасон. А, фасон там? Ну, во-первых, это не стычка, да, а некий выплеск эмоций, потому что я думаю, что это все-таки разные вещи. Да, у ребят отличные взаимоотношения, они прекрасно общаются, тем более в команде, хороший сейчас посыл идет, наоборот, идти поступательно только вперед. Я думаю, чрезмерное желание победить, потому что давно не выигрывали, какой-то микроэпизод, он, этот выплеск эмоций произошел. Поэтому в раздевалке все было абсолютно спокойно. То есть никаких не осталось? Абсолютно. Мы уже забыли, наверное, на следующей минуте и сконцентрировались на своей игре. Вопрос вот такого плана. В первом тайме много было преимущества, да, много комбинаций, прям опасных моментов, то есть ждали, что будет и крупный счет и все, но эффективность пришла во втором тайме с простоты. Фактически стопроцентная реализация этих двух моментов, два гола. Но в первом тайме вот еще заметили, что основная часть моментов была после таких комбинаций, которые передача на второго, который пропускал мячик на третьего. Это какая-то была домашняя заготовка или так случайно получилось? Ну, нет, ни в коем случае не случайно, если вы видите, что ребята, наоборот, стараются положить мяч вниз, быстро его двигать, быстро принимать решения, стараются играть, понятно, когда еще и соперник позволяет в более комбинационный футбол. Как раз это те взаимодействия, когда отдаешь, вбегаешь, смена позиции, быстро думать, быстро принимать решения. Это, в принципе, то, что мы и требуем от них, а уже, опять, наша задача тренерского штаба, вот то, что мы говорим, одна из основных, это довести мяч до линии штрафной. Какими способами? Взаимодействиями, различными открываниями, определенными алгоритмами, которые они, как бы, пользуются. Уже все, что касается внутри штрафа, ну, это класс игрока. Да, поэтому ты, как и, безусловно, над этим тоже надо работать. Я всегда говорю, даже опытным игрокам навык надо вырабатывать, он не должен притупляться. Поэтому вот от этого оттолкнусь. Спасибо. Последний вопрос. Ну, хорошо. Вот, Мирослав Амаченко, мы у него спросили, почему он играл так, так команда играла слабо в первом тайме. Он сказал, что робости было игроков. Но у меня к вам вопрос. Вам, вот мы, если вынесем за скобки, реализацию в первом тайме, вам, как тренеру, понравилась игра вашей команды в первом тайме? Потому что я посчитал, где-то порядка шести таких хороших моментов было создано. Да, очень хороший первый тайм. Хороший и по структуре, хороший и по мысли своей, самое главное. Вот это вот очень важно. Да, когда мы действительно, я же вам, мы же уже не первый раз с вами встречаемся и говорим, что первоочередная задача заставить соперника бегать без мяча. Нам это удавалось. И за счет этого было создано очень много голевых эпизодов. И поэтому мы были агрессивны, мы были целостны. И, в принципе, вот это очень важно. Но, видите, у нас, помимо нашего опытного нападающего, который у нас есть, Артема, да, очень много молодых ребят, которым не хватает еще вовремя такого класса опыта разобраться в определенных ситуациях. Но это работа, ежедневная работа, которую мы и стараемся делать. Спасибо, коллеги. Спасибо.